Всем привет дорогие друзья, меня зовут Алекс Айкил и я продолжаю проходить Resident Evil 2 ремейк. В прошлой части мы добрались до полицейского участка и теперь нам нужно отправиться в комнату смотрителя, чтобы помочь тому копу, которого мы видели на камерах. У него есть какой-то полезный блокнотик с какой-то полезной информацией. Нам нужно этот блокнотик заполучить и по возможности его спасти. Не знаю, удастся ли нам его спасти или нет, это мы узнаем в ближайшее время, но прежде чем отправлять в комнату смотрителя, я предлагаю сначала тут все осмотреть, потому что потом появится тиран, потом появится куча зомби и особо осмотреть здесь, короче, ничего не получится. Так, травушка-муравушка, так, а здесь записка. Путеводитель по городу. Добро пожаловать в Раккун-Сити. Знаете ли вы, что наш город не только родина фармацевтического гиганта Umbrella Corporation, но и динамично развивающийся мегаполис с богатой историей. Данный проводник познакомит вас рядом с самых необычных достопримечательностями нашего города. Полицейский участок Раккун-Сити. Здание в центре города не всегда было полицейским участком. Ранее там располагался художественный музей, а той эпохи нам напоминают различные элементы оформления, такие как необычная часовая башня и статуя. Приют. В нескольких кварталах от полицейского участка расположен приют, построенный и действующий на средства Umbrella Corporation, а также ряды компаний неравнодушных граждан. Здание славится своим витражом, привлекающим туристов со всего света. В общем, так, здесь у нас сейф. Кода мы не знаем, можно конечно попробовать угадать, но тщетно. Так вот, этот полицейский участок ранее был травушка-муравушка. Берем зеленая трава. Зеленая трава, средство восстановления. Зеленая трава, растущая в горах Арклея, восстанавливает небольшой объем здоровья. Так, здесь опять же дверь. Нужен ключ в форме пики. Пока у нас его нет. Так вот, этот полицейский участок раньше был музеем. Поэтому... Здесь много всяких различных статуй и всего прочего. Здание, надо сказать, действительно красивое. Я думаю, вы в процессе игры сможете в этом убедиться. Так. Здесь нужна комбинация. Опять же. Комбинации мы пока не знаем. Здесь, по-моему, вход в библиотеку, если мне не изменяет память. Потому что в Resident Evil 2 я играл достаточно... Ну, точнее, в Resident Evil 2 ремейк я играл давно, вот когда она вышла, в начале 2019 года. Год я не играл, поэтому для меня это прохождение будет во многом в новинку. Потому что я уже практически ничего не помню, что и как нужно делать. Вот такая у меня короткая память, дорогие друзья. Так. Здесь что-то есть. Вопрос. Что я пропустил? Так, по-моему, нам сюда надо идти, да? А, эта штука застряла. Ну, ты же не против немного запачкаться, Леон? Окей. Что ж. Так. Здесь у нас особо ничего нет. Сюда нужно вставить... Как эта штука называется-то я забыл. Предохранитель. Вот, да. Типа, предохранитель, и чтобы тут свет у нас зажегся. Потому что так темно, ни хрена не видно. Я справлюсь. Мы справимся, Леон. Мы справимся. Здесь у нас что? Так. Здесь дверь забита. Здесь можно свет включить. Дверь забита досками, поэтому это тупиковая комната. Патроны для пистолета. Мы пока особо противников не встречаем. И это хорошо. Потому что нам надо для начала набрать ресурсов, для того, чтобы мы могли с ними сражаться. Но раз мы здесь не можем пройти, значит нам надо идти дальше по коридору. Значит, Леон, ты должен как-то пролезть через этот шкаф или поднять его. Да, вот так. Здесь у нас туалет. Я не знаю почему, но мне вот лично запомнилось, что в туалете есть... Ну, есть спрей. Лечебный. Вот это мне запомнилось первого прохождения. Так, и где он? Что-то я сегодня какой-то невнимательный. А, вот он. Лечебный спрей. Лечебный спрей, средство восстановления. Медицинский раствор в виде спрея полностью восстанавливает запас здоровья. Отлично. Я, походу, первого прохождения спреями особо не пользовался. Господи. Особо не пользовался, потому что использовал основном травки. А травки они... Открой! Открой! Открой скорее! Открой эту чертову дверь! Травки, они, если их не смешивать, допустим, просто использовать одну зеленую траву, они не восстанавливают полностью здоровье. Я таким образом их просто берег. Я тебя вытащу! Помоги! Пожалуйста, помогите! Дай мне руку. Держу. Давай другую руку. Держись! О, боже. Господи. Блокнот офицера. Угу. Вот. Здесь есть комбинации. Для статуй. А в статуях у нас, насколько я помню, медальоны. Медальоны у нас как раз... Так, 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 а вот и противники. Медальоны у нас нужны для того, чтобы вставить их статуи в поле и открыть секретный проход. О, да я неплохо, в принципе, помню игру. Так. Закрыто. Что? Боже, они везде. Спрашивайте, где они раньше-то были. Мы тут проходили, никого не было, все было спокойно. И тут откуда ни возьми, с толпами. Я очень-очень-очень-очень-очень сильно не хочу тратить на них патроны. Вот реально. Постараемся их как-нибудь обхитрить. Обвести вокруг пальцев. Ну, в данном случае вокруг стола. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Они меня, похоже, зажали. Су-ка, ну ладно, ничего. Давай-давай-давай. Походи, идите сюда. Кис-ки-ски-ски. Ага. Отлично. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сюда потом. Наверняка там в той комнате есть что-нибудь полезное. Ну же. Давай, Леон, ползи, ползи. Чтоп тебя! Осторожно! Понял. Ты в безопасности. Хотела на время. Спасибо. Марвин Бреннек. Леон Кеннеди. Там был еще один офицер. Я не смог, не смог. Давай. Уверен, ты сделал все, что мог, Леон. Кто-нибудь знает, из-за чего все началось? Без понятия. Но, честно говоря, тебе нужно знать одно. Чуть замешкаешься, и это место тебя погубит. Да, я должен был начать еще на прошлой неделе. Уже жалею, что не приехал раньше. Но теперь ты здесь, Леон. Это главное. Ладно, я готов, лейтенант. Надеюсь, ты найдешь способ выбраться из этого участка. Тот офицер, которого ты встретил, Элиот. Он думал, что этот секретный проход нас спасет. Хорошие новости. Мы можем доставить вас в больницу. Нет, нет. Обо мне не надо думать. Лейтенант, я не могу просто бросить вас здесь. Это приказ, новобранец. Твоя задача — спастись самому. Я бы пошел с тобой, но стану только обузой. Вот. Это тебе понадобится. Но я не могу. Прекрати. И не повторяй моих ошибок. Если увидишь одну из этих тварей, без разницы, в форме или нет, ни медли, ни секунды. Убивай или убегай. Ясно? Да, сэр. Боевой нож. Боевой нож, выберите на экране снаряжение. Нож со временем изнашиваете и ломаете, когда опустеет шкала прочности. Спейс взять на изготовку, левая кнопка мыши удалить. Можно применять для контратаки спейс, если враг вас хватил, но вернуть оружие можно будет только после победы. Боевой нож, доп. оружия. Армейский нож стандартного образца, идеален для ближнего боя. Достать доп. оружия, атаковать. Спейс плюс левая кнопка мыши. Так. При помощи ножа мы можем разрезать... Тот, короче, ящик. И открыть его. И... Открыть дверь. Предлагаю сохраниться. Ага. Так. В холле еще что-то есть. Ну вот что. Не таким я представлял себе свой первый день. Так. 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 Здесь все. Здесь у нас что? Еще один коридор. Говорит птица 73. Вытащить вас. Лечу на восток. Реке. Сяду на участок. Минут. Повторяю. Сяду. Связь барахлит. Эй, ты в порядке? Хм. Нет. Что? Он явно не в порядке. О. Май гад. Ох. Какого хрена. А? Что? Как ты там оказался, дружище? Дверь закрыта. Нужен ключ. Здесь окно открыто. Мне это не нравится. Да. Мы сюда можем доски прилепить, заколотить окно. Но доски еще найти надо. Вот они уже ломятся. А, черт, бежим. Командный пункт. Что тут у нас? Отчет о событии. 25 сентября. Переоборудуем участок во временное убежище, ввиду неожиданной крупной эпидемии. Сотрудникам полиции было поручено бросить все силы на обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после их эвакуации в участок. Так. 25 сентября. Дополнение. В результате ночного нападения одного из беженцев один офицер погиб, а еще трое получили ранения. Нападающий был быстро обезврежен. Пока что мы полагаем, что вспышка насилия обусловлена ничем иным, как чрезмерным стрессом. 26 сентября. Сегодня на участок напала толпа, из-за чего пострадало несколько человек. Выжившие сумели укрыться за аварийными ограждениями, но мы в осаде и выбраться отсюда будет проблематично. Нам также пока не удалось починить оборудование связи, поэтому мы все еще отрезаны от остального мира. 27 сентября. Где-то в час дня в западной части участка произошла очередная стычка. 12 человек погибло, и выживших осталось совсем мало. Все катится к черту. Дэвид Форд. Так, это карта, я так понимаю. Да, карта первого этажа полицейского участка. Ну, теперь мы больше... Теперь мы лучше будем ориентироваться на местности. Так, здесь закрыто. Получается, у нас путь только... Да, только через окно. Обратно пути у нас нет. Так, это что у нас? В командном центре мы, кстати, не все забрали. Эй, проголодался, дружище? Извини, сегодня я не стану твоим обедом. Даже не надейся. Порох. Порох, ресурс. Порох стандартного образца. Из двух щепоток можно создать патроны для пистолета. Использование пороха. Патрон для пистолета. Порох Х2. Патрон для дробовика. Порох плюс высококачественный порох. Желтый. Патрон для револьвера. Высококачественный порох. Желтый. Х2. В участке осталось мало патронов, поэтому используйте весь порох, что найдете. Разные типы оружия используют разные патроны, поэтому следите за тем, что с чем соединяете, иначе не получите нужного результата. Я в первом прохождении особо за этим не следил, комбинировал, что было под рукой. Первое задание для новичка. Леон С. Кеннеди. Твое первое задание будет особенно важным и сложным. Твоя задача открыть ящик своего стола. Ключ к успеху сокрыт в первых буквах наших имен. Веди буквы в порядке расположения наших рабочих мест. На столе два замка, по одному с каждой стороны. Открой оба. Так, иными словами, твое первое задание запомнить имена других офицеров. Но это ты уже и так понял, да? Удачи, Леон. Кстати, я не обещаю, что скотт сходу даст тебе четкий ответ. Лейтенант Брэнок. Брэнок, Брэнок, Брэнок. На отцарапанном между кровавыми разводами. Радуйся, что тебя здесь нет, новичок. Так, подождите. Ключ к успеху сокрыт в первых буквах наших имен. Так. Теперь нам нужно понять... Так, 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 так. Так. Ага. Вот замки. Так, а вот имена. Отчет об операции. 28 сентября, 2.30. Нас осталось всего четверо. У нас нет оружия, нет патронов. А постоянные стычки измотали нас физически и психологически. Нам конец. Офицер Филлипс как-то предложил обижать через канализацию. Кажется, под участком есть потайной туннель. Тогда ее идея показалась здоровой, но сейчас я изменил свое мнение. Да, мы не знаем, существует туннель или нет. К тому же в канализации могут быть зомби, но сидеть и ждать смерти тоже так себе перспектива. Надежды мало, но я постараюсь разузнать побольше про этот туннель. Эллиот Эдвард. Это тот тип, которого разорвало напополам. По-моему. Да, черт. Он вломился сюда. Ну и как мне тут открывать этот гребаный ящик? Несколько тут зомби со всех сторон. Не хотел я тратить патроны. Но, видимо, придется. Ай-яй-яй, бежим. Отойди от меня. Так, ладно, я не хочу на нее тратить патроны, мы одного вырубили. Теперь нам нужно только определиться с именами. Марвин, Рита. Вот на третьем столе нет таблички. Но что-то там в письме было сказано, указано имя Скотт, по-моему. Так. Марвин, Марвин, Марвин. Потом Рита. Так. Вот Рита. А последняя буква? Тут С нету. Так, подождите. Может быть сначала идет С, а потом Р. Ну нет, они должны быть, по-моему... По-моему, они должны быть по порядку. Ладно, давайте еще раз посмотрим. Так, Марвин, Рита. Ну вот на последнем столе нет таблички. Вот это проблема. Может на этом надо водить? Марвин, Рита. Нет. Тут даже буквы нужные мне нет. Так. Сейчас, 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 так. Что-то я совсем затупил. Ладно, сейчас разберемся. Так. Мы же с вами умные ребята, Дрейли, друзья. Мы разберемся. Марвин, Рита. Так. Здесь есть именно. Кстати говоря, на всех столах. Да ты достал меня уже. Так. Ладно, что ли, попробую сыграть в Гадайко. Да и... Да и нет. Это не сработает. Так. Так. Какая последовательность здесь должна быть? Да дай мне прочитать имена. Ты достал меня уже? Что ж такое, а? Вот, пристало. Ну, я не хочу просто патроны на него тратить. Патроны нам еще пригодятся в этой игре. Конечно, есть вероятность, что я уложу его с одного выстрела, но... Даже этой, одного, одного единственного патрона мне все равно жалко. Так что пошел он. Так. Так, 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 так. Ладно, еще раз. Так. Здесь у нас... Дэвид. Здесь у нас кто? Элиот, по-моему, да? По-моему, Элиот. А на последнем... А на последнем... На последней табличке у нас вроде было имя Нейл. Так, да, Нейл. Нейл. Элиот. И... Дэвид. Ну-ка. Да, есть. С одним замком мы справились. Последний остался. Так, ну, здесь тогда имена придется подбирать. М, Р. Да, понять бы только. Ну, по-моему, М, Р. И тогда будем последнюю букву пытаться угадать. Ну-ка. Может быть... GF... Так. Нет. Вот это? Нет. Есть. Отлично. Большой магазин Матильда. Большой магазин Матильда. Особая деталь. Деталь для Матильды увеличивает емкость магазина до 24 патронов и сокращает время перезарядки. Лечение и восстановление. Когда вы получаете урон, индикатор вашего здоровья в нижнем левом углу. Меняется от хорошо до внимания и, наконец, опасности. Если на индикаторе горит опасность, скорее используйте зеленую траву или лечебный спрей, чтобы исцелиться. Ясно. Вот этот ключ, он помечен красным, он нам уже не нужен. Мы его можем выбросить. Выброшенный предмет не вернуть. Все равно выбросить. Да? Зачем он мне? Только если для коллекции. Так. Ну, а это нам нужно объединить с вот этим. И получим вот такую вот хренотень. Так. Ну, я думаю, что это улучшение стоило всей этой возни с замками. Теперь нам нужно еще раз обыскать комнату. Наверняка здесь что-нибудь еще интересное осталось. Да. Комната горит красным, значит, точно еще что-то есть. Вот в комнате я не все, наверное, смотрел. Да, тут у нас сейф. Комбинации мы, опять же, не знаем. Так. Здесь... Дверь закрыта. Да, отстань ты от меня. Ладно, потом сюда вернемся. Гляньте, они ломятся со всех сторон. Из всех окон и щелей. Вот они, те самые доски. Деревянные доски, одна штука. Деревянные доски, одна штука. Сюжетный предмет. Прочные доски, которыми можно заколотить окна. Отличное средство защиты от всякого отребия. Вот только места у нас нету. Придется объединять травушку-муравушку. Смесь трав Z плюс Z. Средство восстановления. Смесь из двух зеленых трав. Смесь трав Z плюс Z. Больше здоровья восстанавливает при комбинации. Так. Надо быстренько заколотить окно. Все. Теперь он сюда не... Не пролезет. Ну, по крайней мере, я не видел, чтобы они проламывали эти доски и влазили в окно. Так. Что тут у нас в комнатке? В комнатке у нас патроны. В комнатке у нас порох. Записка. Лекарственные свойства трав. Люди испокон веков использовали травы для лечения дугов и болезней. В этой книге мы рассмотрим три травы, растущие в горах Арклей. Зеленая трава излечивает обычные раны, а синяя часто используется в качестве противоядия. Зеленая трава обычной раны. Синяя, понятно. Что же касается красной травы, то она красива, но не обладает какими-либо лечебными свойствами. Во всяком случае, так считалось ранее. Известно, что соединив травы, можно получить мощные травяные смеси. Однако, лишь недавно стало ясно. Какую роль играет красная? Согласно восточной медицине, смеси синий и красный трав улучшает общее физическое состояние. Воистину, мы только начали раскрывать потенциал этих трав и их лекарственные свойства. Без сомнений, чтобы узнать все их секреты, нам потребуется дополнительное исследование. Я предлагаю на этом закончить и продолжить уже в следующей части. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк и ждите следующую часть. До новых встреч, пока!